Аким Алматинской области 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 качества услуг, предоставляемых в средствах размещения с высоким уровнем обслуживания. Встреча с главой края дала возможность жителям Инбекши Казахского района задать волнующие их вопросы. Как оказалось, в регионе имеется немало проблем, связанных с здравоохранением. По словам Ухита Дунгешева из села Казахстан, в населённом пункте нет медицинского учреждения, где можно получить необходимое лечение. А потому вопрос строительства в селе нового фельдшерско-акушерского пункта волнует не только его, но и всех сельчан. Из государственного бюджета были выделены деньги. В следующем году начнутся строительные работы. Аналогичная проблема существует и в селе Тескен-Су, жители которого через несколько лет собираются отмечать столетие своего аула. Но несмотря на солидный возраст села, в населённом пункте не были построены ни культурный центр, ни больница, нет здесь даже спортзала. Наряду с этим в селе немало неиспользуемых земель, которые подлежат возврату в собственность государства. Проблем немало, сетуют люди, а потому требуют улучшить социальное положение сельчан и просят Акима области принять конкретные меры. «Мы планируем построить 63 школы в области. Одна из них будет возводиться в селе Тескен-Су». Школа имени Мукагали Макатаева была построена в 1979 году. С тех пор в общеобразовательном учреждении ни разу не проводился капитальный ремонт. Классы опустили, а из-за холода растёт заболеваемость среди учеников. По словам жительницы села Венеры Тимеровы, стены полностью изношенного объекта потрескались, и жизнь учащихся находится под угрозой. «Деньги выделить на ПСД, потом уже его принять, дальше уже выделять деньги на ремонт непосредственно. Эту работу бюджетную, муторную, но её надо на год начинать». Немало нареканий среди жителей Щелек вызывает вопрос обеспечения водоснабжением. Начатые шесть лет назад работы тянутся до сих пор, став притчей воязыцев для сельчан. С сих пор они ждут их возобновления. Однако оно начнётся лишь после завершения судебного процесса, который начат по инициативе местных властей, предъявивших недобросовестной компанией судебный иск. «Старые хозяева остались, надо будет их найти, переговорим». На встрече было поднято немало и других проблем. Среди них вопросы развития инфраструктуры, туризма, экологии и дефицита пастбишных земель. Марат Султангази внимательно выслушал каждого жителя и дал соответствующие поручения ответственным лицам. Буквально считанные дни остаются до 3 марта. Именно в этот день стартует приём заявлений казахстанцев о банкротстве. Новая норма в законе должна помочь восстановить платежеспособность граждан. Тех, кто в буквальном смысле погряз в долгах и не может по ним рассчитаться. Однако перед тем, как объявить себя банкротом, гражданам необходимо внимательно ознакомиться с условиями подачи заявления. Подробнее о них узнавал наш корреспондент. Процедура оформления статуса банкротства будет проводиться в трёх видах, отмечают специалисты управления государственных доходов. Это внесудебное и судебное банкротство, а также восстановление платежеспособности. Последняя процедура предназначена для граждан с относительно небольшой суммой долга. На любую из трёх процедур заявление подать может лишь сам должник. Первая процедура – внесудебное банкротство. Рассматривается управлением госдоходов. Заявление можно подать через приложение ЕГОВ. Оформить такой статус могут граждане, чей долг не превышает 1 600 МРП, то есть 5,5 миллионов. Ещё одно условие – отсутствие имущества. Эта процедура можно оформить, не посещая судебные инстанции. Восстановление платежеспособности и судебное банкротство уже рассматривается в суде по месту жительства. Необходимо будет предоставить документы, информирующие обо всех кредитах, а также полную опись имущества. После этого должнику назначается финансовый управляющий, совместно с которым разрабатывается план восстановления платежеспособности. Он может включать в себя продажу части имущества, обмен на жильё меньшей стоимостью и другое. В восстановительной процедуре есть огромное преимущество. Оформляя процедуру восстановления платежеспособности, заявителю не выдаётся статус «банкрот». Это реальная возможность в течение пяти лет на условиях рассрочки погасить свой долг. При этом в банках второго уровня не будут заблокированы счета, а судебные исполнители не будут тревожить должников, проходящих данную процедуру. В течение пяти лет для граждан, применивших процедуры судебного и внесудебного банкротства, будет действовать запрет на получение займов и микрокредитов. Исключением являются лишь займы в ломбарде. Повторное банкротство возможно только через семь лет. Кроме того, будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение трёх лет после признания нового статуса должника. В рамках данного мониторинга осуществляется проверка действий должника, совершённых в личных интересах с целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами, результаты которой могут быть основанием для прекращения процедуры или для отказа в прекращении обязательств банкрота, резюмировали специалисты. Семинар совещания по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов мажелиса парламента прошло в городе Кунаев. На встрече с избирателями приняли участие заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров и член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Сабила Мустафина. Подробнее в нашем следующем сюжете. Цель визита представителей Центра избиркома – проведение мониторинга подготовки ко дню голосования. В мероприятии приняли участие сотрудники местных исполнительных органов, члены территориальных избирательных комиссий и международные наблюдатели. Стоит отметить, в Алматинской области в работе по подготовке к предстоящим выборам задействованы 849 избирательных комиссий. У каждой стороны, у избирательной администрации, у местного исполнительного органа есть свои обязанности. Местные исполнительные органы осуществляют материально-техническое обеспечение, готовят списки избирателей. Мы, избирательные органы, должны быть готовы к дню голосования. Уже после 26 февраля на избирательные участки передаются списки избирателей. Соответственно, на каждом избирательном участке уже должна подготовительная работа вестись к дню голосования. В день выборов особые условия на избирательных участках будут обеспечены для 1353 граждан с инвалидностью. На сегодняшний день из 601 обеспечены пандусами 595 участков. Тактильными указателями при входе оснащены 390 участков. Кроме этого, в период голосования для лиц с особыми потребностями на всех открытых участках будут организованы уголки и оборудованы кабинки. Для 338 избирателей с нарушением слуха на участках будет размещена информация для оказания помощи в режиме онлайн или оффлайн-услуг сурдопереводчика. Также стоит отметить, в областном центре и во всех районах в день голосования будут задействованы 800 автомашин службы инвотакси. Все избирательные участки оборудованы в соответствии с вашими инструкциями ЦИК. Вопросы материально-технического оснащения избирательные участки полностью решены. Голосование пройдет по новым правилам, принятым после референдума по изменениям в Конституцию. Голосования в областях пройдут по пяти избирательным бюллетеням. Каждый избиратель получит пять разных бюллетеней. Задача избирательной администрации – разъяснить очень оперативно гражданам, по какому бюллетеню пройдет голосование за какого депутата. Представители ЦИК отметили, что предоставленные кандидатами документы полностью соответствуют Конституционному закону. Напомним, аккредитация наблюдателей иностранных и международных организаций еще продолжается. Оружант Нейбаева, Биржан Кенжебай, телеканал ЖЕЦУ, Кунаев. В горных районах Алматинской области этой зимой произошло 22 оползня. К счастью, погибших и пострадавших нет. Тем не менее, на сегодняшний день лавинная угроза в регионе сохраняется до конца марта, а сход Талхвот до конца мая. Наш корреспондент расскажет подробно. На сегодняшний день на контроле филиала Иле-Алатауского территориального эксплуатационного технического управления Госучреждения Кастельзащита находится шесть горных районов Алматинской области. Из них в Мешиказахском и Талгарском районах имеется 55 опасных участков. Специалисты отрасли регулярно проводят проверки в данных регионах и следят за ситуацией. В указанных районах размещено 15 гидропостов. Работа сотрудников заключается в определении объема воды в крупных водоемах, толщины снега и количества выпыхших осадков. Они предоставляют информацию три раза в сутки. С начала текущей зимы на территории области зарегистрировано 22 случая схода лавин. К счастью, пострадавших нет. Чтобы обеспечить безопасность населения и туристов, сотрудниками ведомства на постоянной основе раздаются гражданам памятки. К тому же в горных районах установлены предупреждающие знаки о наличии опасных для жизни зон. В целом в Талгарском, Ембешеказахском, Жамбылском, Харасайском, Киенском и Реймбекском районах работает свыше 90 спасателей, обеспечивающих безопасность граждан. В их числе 11 сезонных наблюдателей. Также в филиале насчитывается 23 единицы спецтехники. Кроме того, на готове и аварийная группа из 11 человек. В основном многие задачи выполняются с помощью техники. Она незаменима в работе по предупреждению и ликвидации последствий снежных лавин. Техника используется по спецплану. На всех опасных участках горной местности Алматинской области организовано круглосуточное дежурство. В любое время специалисты готовы к выезду на спецтехнике. По словам специалистов, в Ембешеказахском районе в опасных зонах ситуация стабильная, ведь ответственные службы и представители местных исполнительных органов заранее организовали противопаводковые мероприятия. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций к их устранению готовы 130 человек и 36 единиц техники. В целях подготовки к паводкам на сегодняшний день с территории района вывезено 5,5 тысяч кубометров снега. Очищено 89 километров арыков, 87 километров каналов, 51 километров водопропускных колодцев, заготовлено 5000 мешков, 14 мотопомп, 4 тонны дизельного топлива, 4 тонны бензина и 232 тонны инартных материалов. Несмотря на предусмотренные меры, работники отрасли все же призывают граждан соблюдать правила безопасности в период паводковых и лавиноопасных явлений. Жандос Назарбаев, Аблай Куртукбай, телеканал ЧТСУ, Алматинская область. Календарь из 13 месяцев разработал казахстанский академик Сайлы Байбек Балат. Как считает эксперт акмелологических наук, Григорианский календарь, по которому сейчас идет летоисчисление, неверный. Все потому, что в период его изобретения не было правильной цифровой системы, которая начинается с нуля, а не с единицы. Об особенностях нового календаря узнавала и готова поделиться подробностями моя коллега Аделя Кжаркенова. Январь, февраль, март. Вопреки привычному календарю, в новом и довольно необычном, к слову, уже представленном в городе Алматы, насчитывается не 12, а 13 месяцев и в каждом по 28 суток. Как считает кандидат сельскохозяйственных наук и известный академик Сайла Байбек Булат, именно его календарь является наиболее точным и справедливым. Его разработки и исследованиям ученый потратил несколько лет своей жизни. Год должен начаться с нулевого дня. Посмотрите на линейку. Там первое деление от нуля до единицы. Или взгляните на электронные часы, где также отчет идет от нуля. В результате неправильных подсчетов каждый год из 365 суток выпадает по шесть часов. Чтобы восполнить этот пробел, был придуман хитрый ход. Раз в четыре года добавляют лишние сутки. Если при создании календаря обратно основывать цифровую систему, то никаких дополнительных суток раз в четыре года не потребуется. В презентации календаря приняли участие известные профессоры и академики, общественные и политические деятели. Стоит отметить, что многие из них поддержали внедрение неизменного календаря. Некоторые видят в проекте экономическую выгоду, так как не нужно будет тратиться на ежегодный выпуск календарей. Ведь все месяцы имеют одинаковую структуру. Достаточно держать в памяти один квадрат чисел от 1 до 28, чтобы ориентироваться во всем календаре. Сегодня мы в узком кругу специалистов, уважаемых академиков, обсудили новый неизменный календарь. Это большая работа, направленная на правильное летоисчисление. Она обусловлена не только математически. Сама природа подсказывает нам это крайне тёплой погодой в феврале. Согласно календарю Бекбулатова, Новый год нужно праздновать в марте. Первый день, приходящийся на 21 марта, станет нулевым. Это позволит обойтись без високосного года, говорит профессор. Несмотря на то, что у многих неизменный календарь вызывает споры, академик запатентовал свой труд и намерен внедрить его для постоянного летоисчисления в стране. Аделя Кжаркенова, Хангельда Ахмедханов, телеканал ЖИЦУ. Столичный дизайнер создаёт уникальные кинетические инсталляции, завораживающие работы. Ануара Шаймергенова можно встретить в ресторанах, на выставках и других общественных местах. А ремесленники знают и за пределами нашей страны. Там он известен как создатель сказочных карет. Британская газета заинтересовалась мастером и посвятила материал казахстанцу. В мастерской Ануара есть необычные коконы, робот Валли и скульптура, похожая на осьминога. Называется она «Танец в степи». Люди двигаются в такт друг к другу, и их тени сплетаются в единое целое. Так объясняет художник и инженер своё творение. Вообще творческая фантазия ремесленника безгранична. Вначале он рисует будущую фигуру в мыслях и не забывает и о законах физики. Проектирует чертежи на компьютере так, чтобы кинетическая инсталляция могла двигаться. Мангисталские кардиохирурги спасли сердце молодого пациента. 18-летнего жителя самого отдалённого села Бейнео привезли в областную больницу с анавиацией. Он жаловался на головные и сердечные боли. Врачи обнаружили у него редкое и очень опасное заболевание, расслаивающееся аневризму аорты первого типа. По словам кардиохирургов, после разрыва аневризмы средняя продолжительность жизни человека без лечения всего 11 часов. Пациента срочно отправили в операционную. Трое суток молодой человек находился в реанимации. Сейчас он находится в реабилитационном отделении. К слову, в этом году в кардиоцентр «Октава» поступило 3 человека с таким же диагнозом. Каждые 2 минуты на земле, по крайней мере, одна женщина умирает из-за осложнений, связанных с беременностью и родами. Такова оценка специалистов ООН. Согласно опубликованному отчету, подготовленному в частности группой экспертов ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирного банка, почти каждый случай смерти приходится на страны с низким или средним уровнем дохода. Коэффициент материнской смертности определяется как число материнских смертей на 100 тысяч рождений за определенный период времени. За период с 2016 по 2020 годы, по данным экспертов, материнская смертность либо увеличивалась, либо осталась на прежнем уровне почти во всех регионах мира. Исламские общины Сербии призывают к бойкоту аэропортов в Ниши и в Кралеве. Они утверждают, что сотрудники воздушных гаваней непрофессионально ведут себя по отношению к женщинам-мусульманкам, одетым согласно религиозным предписаниям. Утверждается, что таких пассажиров подвергают унижениям и дискриминации. Представители исламского сообщества, тем не менее, настаивают, что только в Ниши и в Кралеве такие требования выдвигаются, а, например, в Белграде нет. В управлении аэропортов заявляют, что до сих пор никаких жалоб такого характера они не получали. На этом наш выпуск подошел к своему завершению. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ и только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова